Все успешные люди состоялись, так как они нашли свою идею на миллион. О том, как развивать бизнес на территории Нейнского округа, какие проекты можно реализовывать, как начать свое дело и на какую поддержку можно рассчитывать. Об этом в прямом эфире вам будут рассказывать эксперты. Я приветствую председателя Комитета инвестиций и развития предпринимательства Ирину Тихомирову. Здравствуйте, Ирина Викторовна. Добрый день. Программа «Идеи на миллион» сегодня начинает новый сезон. Вот так у телевизионщиков повелось давным-давно. Осень – это начало новых программ сезона. Но предприниматели, к сожалению, или к счастью, времени делятся на периоды и сезоны. Они всегда в работе, всегда активно трудятся. Я думаю, что не исключение предпринимателей Нейнского округа. Вот если вы подтвердите, что это так, то будет очень интересно. И хочется узнать все-таки, стало ли лето для них периодом отдыха? Нет, в нашем случае, в нашем регионе для предпринимателей отдыха летом как раз и не было. Такого жаркого лета, на самом деле, по взаимодействию с предпринимателями, по работе предпринимателей, я на самом деле не помню. Потому что активность предпринимательская этим летом была очень серьезной. Это сказалось на взаимодействии специалистов фонда и начинающих предпринимателей, ребят, которые хотят начать дело. В июле мы объявили два конкурса на предоставление грантов для начинающих предпринимателей и конкурс на возмещение части оплаты первого лизингового платежа. А также по четырем видам субсидий. И дело в том, что два месяца проведения вот этих процедур показали повышенную активность предпринимателей и заинтересованность. На 1 сентября было принято порядка 44 заявок предпринимателей. Серьезный прорыв. Сегодня у нас состоится заседание первой конкурсной комиссии по лизингу, а завтра, в вторую половину дня, у нас будет заседание конкурсной комиссии по грантам. То есть к понедельку мы будем уже знать результаты и победителей. Недолго осталось ждать. Ладно, тогда уже потом по итогам этих конкурсов мы подробнее поговорим, чему отдавались приоритеты. Хочу напомнить, что мы работаем в прямом эфире. 2-11-45 наш номер. Звоните, задавайте интересующие вас вопросы. Ну или высказывайте ваше мнение по развитию бизнеса в Ненецком округе. Вносите ваше предложение в реализацию инвестиционных проектов. Я думаю, что тоже любой опыт, любое предложение, оно рассматривается. Да, конечно. Что ж, у вас может быть отличная идея для бизнеса, но не всегда ее можно превратить в успешный проект. Стартапы стали настолько популярны, что часто невозможно устоять перед искушением создать свое дело, когда задумка кажется стоящей. Вместо того, чтобы тратить море времени на провальный стартап, стоит серьезно рассмотреть потенциал вашего бизнеса. Предлагаю вашему вниманию пять шагов проверки жизнеспособности бизнес-идеи на практике. Чтобы ваш бизнес начал успешное продвижение, необходимо найти правильную нишу. Построив бизнес, основанный на своих навыках, можно будет избежать ошибок, которые проявляются при работе в абсолютно незнакомой области. Исследования или разговор с друзьями могут помочь лучше разобраться в выбранной сфере деятельности. Также спросите себя, насколько долго вы сможете продержаться без дохода от стартапа и в чем ваша основная цель как предпринимателя. Второе. Изучите своих конкурентов, причем очень критично. Первым делом стоит узнать, кто ваши конкуренты и какова их доля на рынке. При этом важно учитывать и существующую, и потенциальную конкуренцию. Это поможет вам понять, какие из потребностей целевой аудитории еще не удовлетворены или завоевать клиентов предоставляет то, чего не может конкурент. Далее изучите выбранную бизнес-модель. Ваша способность отвечать требованиям рынка будет определять успех начинаемого бизнеса. Прямые продажи, реселлер, фремиум – самые распространенные модели на сегодняшний день. Соберите больше информации о моделях доходов, структурах затрат и стоимости предложений, прежде чем выберите конкретную бизнес-модель. Затем проверьте устойчивость идеи. Она зависит от многих факторов, в том числе от спроса и предложения. Проверьте почву, прежде чем делать первый большой шаг в деловой мир, чтобы предотвратить будущие неудачи. И в завершении посоветуйтесь с профессионалом в маркетинге. Это позволит снизить бизнес-риски и накладные расходы и предоставить информацию о том, сколько потребуется вашему бизнесу на продвижение и рекламу. Например, начиная онлайн-бизнес и создавая веб-сайт, следует сразу следовать стандартам удобства пользователей и предлагать им комфортную в использовании страницу. Предусмотрительный подход к разработке поможет минимизировать те трудности, которые возникли бы уже в процессе работы и принесли больше хлопот. Один из шагов удачного бизнес-старта, как было сказано ранее, это совет с профессионалами. Ирина Викторовна, скажите, пожалуйста, где наши предприниматели могут получить совет профессионалов? Совет профессионалов у нас в любое рабочее время можно получить переволок Арктический, дом 3, кабинет 36, фонд по развитию предпринимательства и привлечению инвестиций. Там сидят у нас есть специалисты-юристы, есть специалисты по составлению бизнес-плана и просчитыванию рисков. То есть там можно получить любую консультацию на любую тему по ведению бизнеса. Вот я понимаю, что лучше, конечно, с руководителем фонда на эту тему говорить, но кратко пользуются услугами этого фонда предпринимателей, насколько активно? По статистике я вам даже скажу, вот за лето работы, фонд у нас начал работать только в мае, за все лето в базе данных фонда уже 147 человек. Это в том числе и желающие открытые дела и уже действующие предприниматели. Оказано порядка 200 консультаций. То есть работа там идет активно и активно. О работе мы поговорим более детально. Хочется в начале программы все-таки похвалить наш округ, погордиться за него, потому что, как написала газета «Коммерсант», мы попали в группу А регионов, где наиболее благоприятный предпринимательский климат. И наряду с такими регионами, как Санкт-Петербург, Москва, Краснодарский край. Вот благодаря чему удалось нам добиться таких результатов? Да, этот результат, конечно, очень приятный. Но мы его связываем с тем, что повышенное внимание власти к бизнесу, в связи с чем был создан полномочный орган власти по развитию малосреднепредпринимательства, создана специализированная организация. Один из показателей данного рейтинга – это высокая покупательская способность. Как это неудивительно, по сравнению с Москвой, Нинский автономный округ, этот показатель достаточно высокий. Опять же, те законодательные акты, которые оперативно принимаются в собрании депутатов, быстро реагируют на изменения федерального законодательства. То, что касается, например, налогового каникулы. На сегодняшний день у нас разработаны еще два законопроекта по налоговым каникулам, потому что по налоговым каникулам, в том числе, по налоговым каникулам добавляется еще сфера бытовых услуг, что, я думаю, будет очень популярно у нас в округе. Ну вот, как вы уже сказали, предпринимательские законы, я их так назову, у нас все-таки активно работают. Давайте напомним нашим предпринимателям, нашим гражданам, которые, быть может, хотят заниматься предпринимательской деятельностью, о тех документах, на которые они могут упираться, начиная свое дело. Потому что незнание законов, как правило, ограничивает многих в чем-либо. Ну, во-первых, это закон о патентной системе. Там очень большой перечень видов деятельности. И, в принципе, я считаю, что те условия, которые приняты, они достаточно лояльны для нашего региона. Это закон о налоговых каникулах, который тоже включает в себя большой очень перечень видов деятельности, распространяется на индивидуальных предпринимателей, крестьянско-фермерских хозяйств. Но мы, в свою очередь, рекомендуем всем желающим начать свое дело обратиться все-таки к нам, чтобы мы оптимально выбрали форму и налогообложения, и форму регистрации предпринимателя с использованием тех инструментов, которые приняты у нас в регионе. А есть какой-то документ, регламентирующий непосредственно предпринимательскую деятельность? Может быть, закон или какой-то другой документ? У нас в регионе принят закон о развитии малосреднего предпринимательства, который непосредственно регулирует, разграничивает полномочия представительных органов, исполнительных органов по созданию условий развития предпринимательства. А вот как принимался этот документ? Кто принимал участие в его разработке, чтобы удовлетворить, так сказать, спрос и интересы всех граждан? Ну, этот документ принимался на самом деле тяжело и долго. Было очень много прений. Начинал разрабатывать управление экономики, но закончил уже комитетом вместе с депутатами. Ну, была... Ну и сами предприниматели тоже предпринимали участие в разработке этого документа. 2.11.45, телефон прямого эфира. Звоните, задавайте интересующие вас вопросы. Это программа «Идея на миллион». Мы говорим о бизнесе в Ниньевском округе. И гость студии сегодня, эксперт программы, это председатель комитета инвестиций и развития предпринимательства Ирина Тихомирова. Ирина Викторовна, понятно, что без финансовой помощи предпринимателю не обойтись. В данном случае я говорю о финансовой помощи со стороны бюджета Ниньевского округа. Понятно, что бюджет секвестирован. Сказалось ли это как-то на предпринимательских программах? Ну, наша программа развития предпринимательской деятельности в Ниньевском округе не стала исключением по секвестру бюджетных средств. И в результате на предоставление финансовой поддержки в программе у нас предусмотрено 8 миллионов 200. 3.100 у нас на гранты, 2,5 миллиона на лизинги и на прочие субсидии порядка 2,5 миллионов. Но позиция органов власти все-таки региональной и федеральной это привлечение частных инвестиций. То есть мы максимально хотели бы все-таки уйти от прямого бюджетного финансирования бизнеса. Поэтому на гранты вот такая вот сумма у нас и проводится конкурс, потому что это все-таки соревнования. Это должна быть дисциплина и ответственность, да, и должен победить все-таки лучшее. И глубина все-таки, да, этого дела? Конечно. И я вам скажу, что вот в этом году подготовка бизнес-плана, подготовка заявок на конкурсы очень хорошего уровня. Что очень нас радует. Опять же, без поддержки фонда здесь тоже не обошлось постоянно, мы говорим о нем, да? Тем не менее, округи тоже получают федеральные средства, как и другие регионы, да, на развитие бизнеса. Насколько велика эта сумма и что она позволяет реализовать? По этому году у нас были поданы заявки по данной программе. Министерство экономики приняло решение при конкурсном отборе о предоставлении нам суммы 4 миллиона 600. Будет она направлена на подпрограмму молодежного предпринимательства. То есть там будет приведено большая такая масштабная обучение молодых предпринимателей, начинающих предпринимателей. То есть это не будет просто курс, да, повышение квалификации, а будет такая система немножко и формы, и тренингов, и с приглашением мастеров, успешных предпринимателей. То есть это будет интересно достаточно. А молодые предприниматели это кто? Это студенты, учащиеся, либо люди, которые уже в бизнесе? Здесь будут задействованы и студенты, и учащиеся старших классов, и те, которые только хотят открыть свой бизнес, и те, которые уже работают. То есть будем стараться охватить достаточно большую аудиторию. Вот говоря о федеральной помощи, хочется отметить то, что президент ставит перед регионами задачи по развитию малого и среднего предпринимательства. Как вот у нас идет реализация тех поручений, которые поставил Владимир Путин? Ну, я считаю, что мы достаточно стараемся идти в ногу со временем, хоть и учитывая специфику нашего региона. Мы работаем с предпринимателями, я вот хотела бы еще сказать, чтобы успокоить, например, тех, кто не выигрывает грант. Мы будем работать с каждым индивидуально, стараться подыскать другой инструмент, тогда финансированный. Пусть это будет не бюджетное средство, но ведь у нас есть микрофинансовая организация, у нас есть лизинговая компания. На самом деле, по этому году мы очень плотно стали работать с нашей лизинговой компанией. И, в общем-то, объем договоров лизинга именно по субъектам малого и среднего предпринимательства в этом году значительно увеличился. Есть цифры в разы или просто, в общем, мы говорим, что увеличился? Ну, если говорить по сумме, то финансовый план годовой был выполнен уже к первому августа. А, еще впереди, грубо говоря, полгода. 2.11.45, наш телефон, присоединяйтесь. Вы вот сейчас имеете уникальную возможность спросить то, о чем волнуется и переживает ваша душа касаемо развития вашего бизнеса. 2.11.45, наш телефон, звоните, присоединяйтесь. Время программы идет, оно не бесконечно, так что поторапливайтесь. Ирина Викторовна, а если вот перейти уже к практике, так сказать, да, вот каким задумкам предпринимателей отдается приоритет? Вот что необходимо на сегодняшний день Ненецкому округу от бизнесменов, что вот хочет округ, чтобы сделал бизнес? Один из самых, конечно, приоритетных направлений – это все-таки сельское хозяйство. Причем сельское хозяйство частных предпринимателей. Это и разведение крупного рогатого скота, это разведение птиц. И на самом деле у нас на гранты поданы и заявки по разведению рогатого скота и птиц. Хотелось бы, конечно, развивать в этом направлении, да, там, может быть, и свиноводство, и овцеводство. Потому что, в свою очередь, округ готов рассматривать субсидирование конечной единицы продукции. То есть округ не готов финансировать, прямым финансированием, да, строительство ферм, покупку животных. Но составляющую инвестиционную, заложить субсидии на единицу продукции конечной, будь это литр молока, будь это килограмм мяса, то есть вот в этом округ заинтересован. И, конечно, хотелось бы развивать, чтобы это начало развиваться в селах, потому что все вот эти вот сельскохозяйственные производства, да, это все-таки в земле. И тогда молодые люди уезжать в сел не будут. Но, тем не менее, ведь все равно на селе люди активно себя проявляют. Ведь в некоторых муниципальных образованиях появились какие-то новые предпринимательские объединения по вот именно в сфере сельского хозяйства? Либо все на город приходится, весь процент у нас? Нет, у нас есть заявки сел, заявки, причем в этом году у нас так активно регистрация пошла крестьянских и кермирских хозяйств, что очень радует. Ну, это у нас есть в искателях, телевизм, конец, то есть это все радует. Хотелось бы потом поделиться, конечно, надеюсь, что они успешно будут развиваться, чтобы потом их опыт прорекламировать и показать, что ничего страшного. И у нас в регионе можно разводить коров, птиц и, в общем-то, других животных. Вот раз у нас программа о бизнесе, может быть, давайте немножко детально расскажем, вот что такое крестьянско-фермерское хозяйство, в чем его выгода и интерес для простого фермера? В налогообложении. В налогообложении. Да, в налогообложении. Но дело в том, что крестьянско-фермерское хозяйство, оно точно так же попадает под налоговые каникулы. И, ну, там есть свои нюансы, то есть это интересно, когда нет большого количества наемных работников. Угу. Но вот не... Есть ли какие-то страхи, например, у предпринимателей, что вот не проживется здесь определенный вид коровы или определенный вид птицы, что он погорит на этом деле? Люди как-то вот активно берутся, да, не боясь ничего? Ну, на самом деле, у нас опыт есть и по разведению птицы, и по разведению коров, в общем-то, успешный. И поэтому предприниматели, я считаю, что почему и начали регистрироваться, чтобы выйти, в общем-то, на легальный уровень и получать какие-то субсидии, потому что у нас не только гранты, да, у нас же есть субсидии на модернизацию производства, на приобретение оборудования какого-то. То есть предприниматель может рассчитывать на данные виды субсидий. И опять же, если он будет зарегистрирован и будет легально работать и показывать свою деятельность, тогда он может заявляться о субсидии по сфере АПК, про которую я говорила, по единице продукции. Но страхи, конечно, есть всегда. Это предпринимательство, это по-любому риск. Главное, что это зависит не только от породы коров, да, но и от квалификации персонала, то есть там много... От отношений вообще, от условий, в которых будет содержаться животное. Но тем не менее, ведь помимо сельского хозяйства, у нас предприниматель тоже активно развивает сферы деятельности. Можете рассказать, какие еще? Даже, может быть, не по грантам, а вообще, в принципе, вот обращались, когда за помощью. На самом деле, спектр услуг. Очень стал пользоваться именно спектр услуг. Это бытовые услуги, естественно. Это детские студии, это танцевальные студии, это туристическое агентство, это консалтинговые услуги. То есть вот сфера услуг достаточно так интересна. Также обрабатывающие производства и производство строительных материалов. Тоже сейчас немножко такая активность пошла. Приходили желающие открыть свое дело по производству ртуарной плитки. Ну, только удачи им пожелать. А вот говоря о традиционных промыслах, сувенирные продукции, пошивные изделия, тоже люди продолжают заниматься? Либо это ушло куда-то на другой план? Нет, конечно, продолжают заниматься. Тем более мы всех наших почти, в общем-то, народных ремесленников знаем. И поэтому активно их зовем, потому что у нас есть субсидия под них, которые они очень просили, на закупку сырья и материалов. Потому что у них есть вот эта вот закупка материалов, она идет сезонная. И поэтому вот мы ввели эту субсидию, чтобы их поддержать. Чтобы они развивались. Потому что если они будут развиваться, тогда это поможет им, в общем-то, развиваться. И, опять же, может быть, создаться дополнительное рабочее место. Но, опять же, тоже сбыть сырья, вот определенный вид бизнеса. Либо они закупают где-то не на территории округа его? На территории округа. На территории округа. Напомню еще раз, телефон прямого эфира 2-11-45. Присоединяйтесь, не теряйте время. Время программы очень быстро идет. Задавайте ваши вопросы. Напомню, что сегодня гость в студии, это председатель комитета инвестиций и развития предпринимательства Ренки Хамирова. И говорим мы о том, что ждать предпринимателей Миненского округа. На что они могут рассчитывать в развитии своего бизнеса, в развитии своей бизнес-идеи. Более того, мы сегодня уже поделились секретами того, как сделать ваш бизнес-старт безопасным и в дальнейшем успешным видом бизнеса. 2-11-45, наш телефон. Звоните и задавайте ваши вопросы. Ирина Викторовна, новый сезон, как я говорила, у нас у телевизионщиков. Тем не менее, сейчас пройдет конкурс грантов, люди получат денежки на развитие своего бизнеса. Чего еще ждать предпринимателям в этом году? В этом году первоочередные наши задачи, это то, что я уже говорила по законам по налогам на осенние сессии. И запуск гарантийного фонда. Что такое, расскажите поподробнее. Фонда по привлечению инвестиций, гарантийный фонд. Но ни для кого не секрет, что получить кредит предпринимателю, более начинающему, но с хорошим проектом, просто нереально. Потому что в залог предпринимателя ничего на сегодняшний день нечего. Гарантийный фонд будет выступать поручителем перед банком за данного предпринимателя по кредиту. То есть в случае, если предприниматель прогорит или будет, ну прогорит, то все риски будут нести этот гарантийный фонд. В настоящее время у нас идет работа по разработке документации, потому что там есть определенные свои условия по созданию этого гарантийного фонда. Вплоть до проведения конкурсов. Планируем в конце осени провести конкурсы по отбору банков для заключения соглашений, чтобы мы выступали поручителем за предпринимателя. Я думаю, будет это хорошим инструментом для предпринимателей. Потому что мы же все говорим, что при лечении частных инвестиций. Но при поддержке, проучительстве государства, это вот как один из инструментов помощи предпринимателям, я думаю, это будет здорово. А суммы, которые сможет брать предприниматели, они будут договариваться? Потому что ему надо там 10 миллионов, кому-то 500 тысяч. Будет какой-то предел? Будет. Будет предел, да? Ну это понятно, что... Ну там будет специальный порядок, конечно, но предел будет. Мы сейчас прервемся, Елена Викторовна, на небольшую рекламу, и я тоже предупреждаю об этом телезрителе, и сразу после нее мы увидимся вновь. Осень, она не спросит. Осень вам даст пакет. Ну а пакет такой, что ты ей не скажешь нет. Лучшая осень на севере от Ненинской телерадиовещательной компании. Два пакета самых выгодных рекламных предложений нового сезона. Заказ на минимальную сумму от 15 тысяч рублей. Для максимального проката рекламы на телеканале «Север» радио на Ренмар-ФМ. Размещение баннера на сайте телеканала с переходом на сайт рекламодателя. Для постоянных клиентов супер-предложения. Подробности по телефону 2-17-17. Каждый день на телеканале «Север» мои коллеги оперативно и достоверно сообщают главные новости региона. Будьте в курсе последних событий. Оставайтесь на севере. Смотрите телеканал «Север» в пакете НТВ+. Триколор, а также в режиме онлайн на сайте trksever.ru Мы продолжаем. Это программа «Идеи на миллион». Мы говорим о бизнесе. Я приглашаю вас к участию в программе по телефону прямого эфира 2-11-45. Звоните, задавайте ваши вопросы. Либо предлагайте, высказывайте ваши идеи. Что необходимо, на ваш взгляд, сделать для того, чтобы развитие бизнеса стало приятным, выгодным, удобным для вас, уважаемые начинающие предприниматели. Чем больше говорю о бизнесе, тем самым больше хочется стать бизнесменом. Но, видимо, что-то еще внутри меня не созрело. Елена Викторовна, мы до рекламы говорили о том, что в наступившем сезоне ждать окружных бизнесменов. Два пункта, которые вы обозначили. Что-то еще есть? Либо основная работа будет вести? У нас сейчас начинается большая работа. Это по проекту бюджета 2016 года. Потому что программа у нас будет работать в 2016 году. Цифры на сегодняшний день еще обсуждаются. И хотелось бы, конечно, услышать мнение предпринимателей, какой вид поддержки хотелось бы им увидеть в 2016 году. Что еще хотелось бы сказать по 2016 году? То, что сейчас по итогам конкурсов и по итогам субсидирования предпринимателей мы проведем оценку экономической эффективности, вообще всех этих субсидий. И будем понимать, сколько у нас стоит создание рабочего места в небюджетном секторе. Что будет тоже учитываться, конечно, при тех цифрах, которые будут планироваться в 2016 году. Но я всех приглашаю к открытому диалогу, что в комитет, что в фонд, потому что работа с октября начнется очень плотно. У нас есть телефонный звонок. Надежда Александровна, здравствуйте. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Хотела бы узнать, вот меня вопрос интересует. Вы только для местных это можно? Или приезжие тоже? А бизнес вы где хотите развивать? На территории Нельского округа, либо оттуда, откуда вы приехали? Нет, вот я живу в Краснодарском крае, но меня интересует вот ваш округ. У меня дочка туда уехала. И как бы я всю жизнь поработала зоотехником. У меня есть опыт содержания коров в Иркутской области. То есть я там жила и знаю, как вы на севере. Это вы нам сейчас из Краснодарского края звоните? Да, да, да. Спасибо большое. Понятен вопрос? Да, конечно, понятен. Но, к сожалению, и требования законодательства, потому что все-таки здесь бюджетная поддержка, мы работаем только с теми предпринимателем, которые зарегистрированы в Нельском автономном округе и осуществляют свою деятельность здесь. Для чего было сделано единое окно, чтобы выровнять городских и сельских предпринимателей. То есть можно быть зарегистрированным в селе, но осуществлять деятельность в городе и наоборот. А, кстати, какие еще есть требования? Возрастные ограничения? Быть может, еще какие-то для того, чтобы человек понимал, может ли он заявиться на грант, например? Ну, на грант, у нас же грант, он только для начинающих. Это для тех, кто работает не больше года. Возрастных ограничений здесь нету. То есть любой человек, пусть даже в 50 лет, он мог пойти зарегистрировать ОТП, написать бизнес-план и захотеть открыть там пекарню, например. То есть вот по грантам ограничения только до года. По лизингу ограничений нет. И по другим сусидиям тоже. Тем не менее, много людей, которые хотят заняться бизнесом, потому что цифры, которые вы называете, они достаточно большие для нашего региона. Кто? Это мужчины, женщины, возраст. Это более отчаянные молодые люди. Потому что вот на самом деле я вдумал, что там есть градация такая по возрасту, что до 35, например, уже нельзя по грантам. Нет, нет. И дело в том, что по той базе, да, по тем людям, которые приходили, причем приходили абсолютно разным возрастом и абсолютно разные, в общем-то, разные статусы, разное видение мира. И разграничений больше женщин и больше мужчин, такого сказать не могу. Но если из них хотя бы 30% вернется и воплотит что-то в жизнь, это будет очень здорово. Ну да, если говорить опять же о грантовой поддержке, это, наверное, главная помощь, на которую рассчитывают наши бизнесмены. Вы можете назвать цифры, сколько может получить один человек, если это индивидуальный предприниматель, если это ООО, они тоже могут участвовать, сколько они могут тогда получить? Индивидуальный предприниматель может получить до 500 тысяч при условии, что своих 15% он должен иметь и нам доказать, что у него эти 15% есть. А если это ООО с приоритетной группой, ну там большой перечень, это военнослужащие, молодые люди до 30 лет, там размер поддержки может до 900. То есть получается там же несколько людей в составе. 2-11-45 наш телефон, звоните, задавайте вопросы, следуйте примеру телезрительницы, которая буквально недавно дозвонилась к нам, причем дозвонилась к нам из другого региона, с юга, сразу захотелось на солнышко погреться. 2-11-45, звоните, задавайте вопросы. Напомню, что гость студии – это председатель комитета инвестиций и развития предпринимательства Ирина Тихомирова. Ирина Викторовна, понятно, что в городе у людей возможности больше обратиться и в фонд, и в комитет, непосредственно получить помощь. На селе люди сами по себе развивают бизнес, либо непосредственно при участии вашего и комитета, и фонда? Есть такие, конечно, при участии и фонда, и комитета. Но что хотелось отметить, да, здесь немаловажна роль, глав муниципальных образований. То есть если глава муниципального образования ротеет за развитие своих населенных пунктов, то вот он непосредственно выходит к нам на связь и говорит, вот есть у меня такой молодой человек, вот хочет он тем-то заняться. И даже дистанционно мы отрабатываем с этим человеком его регистрацию, бизнес-планы и подачу заявки на грант. То есть при содействии глав можно было бы активизировать в разы обращение сельских предпринимателей. Но тем не менее даже сам фонд отправлялся в село, мы тоже поговорим в другой программе с руководителем фонда о том, как прошла их поездка, чему научили молодых предпринимателей. То есть хочется отметить, что работа активная ведется, и если сами предприниматели не едут сюда, то к ним съездят и проведут необходимые семинары. Понятно, что ни один бизнес, он не бывает вот гладкой дорогой, все равно есть какие-то тернистые пути, есть препятствия. Что в Ниньском округе мешает полноценному развитию бизнеса, на ваш взгляд? Есть какие-то моменты, над которыми еще стоит работать, что-то нужно усовершенствовать, изыскивать что-то? Я, конечно, ничего нового не скажу сейчас. Это, естественно, транспортная инфраструктура, дороговизна доставки и привертения оборудования. И, конечно же, кадры. Кадры – это больная тема нашего округа. И это касается не только предпринимательской сферы, это касается многих направлений. Это, конечно же, кадры. Но у нас есть субсидия на возмещение части затрат по обучению кадров. Причем кадров обучения можно не самого предпринимателя, а обучение его персонала, но специализированного персонала. То есть если это парикмахер, то можно обучить парикмахера. Но и пользуется, кстати говоря, вот такой услугой на обучение. Входу на уже две заявки у нас. Замечательно. Ирина Викторовна, бизнес в условиях Крайнего Севера развивать трудно. Сложно. Вот так же вы перечислили сейчас несколько моментов. Это и логистика, и вот если выращивать скот или какие-то растения, картошку, укроп, не знаю, все что угодно. Тем не менее люди идут на эти риски. И вот трудно ли им конкурировать с государственными компаниями, например, по растения и водству? Тут у нас есть агропромышленная компания, которая выращивает и огурцы, и помидоры, в общем-то, и предоставляет их населению. И придет гражданин, который захочет заниматься таким же видом бизнеса, но вот он будет частник. Трудно ли им будет конкурировать? Ну, на начальном этапе будет трудно. Да, но условия ведь созданы у нас, я снова возвращаюсь к этой субсидии, да, на единицу продукции, созданы с учетом всех затрат. И эти субсидии пользуются и бюджетными учреждениями, но и будут пользоваться и частные предприниматели. И для них, может быть, это даже будет интереснее. Ну, а не будет такого, что цена будет одинаковая, в общем-то, что у агропромышленной компании, что у этого предпринимателя, и не будут у него так много покупать, например, и все равно в выгоде останется крупнейшая компания. Ну, я не думаю, что здесь, на самом деле, потребность Нинско-автономного округа в разы больше, чем у нас на сегодняшний день производится. Это касается не только молочной продукции, это касается и мяса, это касается овощей, растений, там, всего. То есть потребность округа, она достаточно высока. Тем более, учитывая те условия, которые создал у нас округ, по фиксированию цен на основные виды продукции, покупательская способность, конечно, высокая. Ну, ты, кстати говоря, сейчас вот разыгрываются гранты, да и вообще приходят со своими идеями предприниматели. Есть в этой строчке те, кто желает выращивать что-то? К радости есть. Достаточно большой такой круп предпринимателей, которые подались на гранты именно по сельскому хозяйству. А если не секрет, можете, ну, там, картошка, вот мы просто делали сюжет когда-то, что там будет картошка выращиваться, что еще хотят выращивать, можете хотя бы намекнуть? А, по выращиванию будете вырастить? Нет, обращения были три по работе с предпринимателями, непосредственно по взаимодействию. Это картошка и теплица. По грантам не заявлялись. Там я отрабатываю лизинг, то есть там такие земельные участки лизинг, то есть такие моменты рабочие. А вы имели в виду выращивание растений? Нет, я имела в виду животных. А, животных. То есть, да, есть прямо с молодняка, кто желает начаться? Да, да. В том-то и дело, что с самого начала хотят свою мини-ферму. Это здорово. Здорово, действительно. 2.11.45 наш телефон. Звоните. Времени остается не так уж много до окончания нашей программы. Гость студии, председатель комитета инвестиций и развития предпринимательства Ирина Тихомирова. 2.11.45 звоните, задавайте ваши вопросы по развитию бизнеса на территории Ниньского автономного округа. Ирина Викторовна, понятно, что очень много северных субъектов, а есть какой-то обмен опытом? Где, что, как, чтобы перенять к себе что-то более приятное? То, что будет 100% приживется здесь у нас на месте. Да, у нас специалисты фонда работают плотно в этом направлении, отрабатывают с Мурманской области опыт Ямала-Нинецкого, ну и, конечно же, Республику Куми. То есть мы те регионы, которые находятся все у нас рядом. Вот можно какой-то пример? Вот, например, на Ямале что-то делать такое, чего бы нам тоже хотелось, но вот нет человека, который за это возьмется. Ну, я сейчас вот так на скидку не схожу, да. Но, тем не менее, все равно регионы схожи у нас, климатически схожи. Ну, сейчас мы отрабатываем с Республикой Куми, с частными предпринимателями, опыт строительства мини-ферм. Причем ферм не глобального масштаба, 100-миллионники, а именно фермы в селах от 5 миллионов. А то есть ферма маленькая, а не животные маленькие? Ферма маленькая. То есть компактная ферма, причем настолько бюджетный вариант, который мы у себя в округе можем потянуть. Причем я не говорю про бюджет. То есть потянуть это строительство через кредитные ресурсы, через оборудование лизинга. То есть там очень большой, такой серьезный опыт по строительству именно маленьких сельских населенных. Ну, понятно, что это будет, наверное, на обеспечение этого населенного пункта работать, либо это в планах на то, что это будет вообще весь округ покрывать? Нет, весь округ, конечно, покрывать не будет. Именно задача частных предпринимателей закрыть кустовые поселки. Потому что потребности в поселках не везде покрываются теми фермы, которые расположены либо рядом, либо у кого-то в принципе их нет. Там только завозная молочная продукция. Надо же учитывать, что у нас в поселках не только простое население, а у нас и бюджетных учреждений, у нас школы, садики, больницы. То есть потребность можно будет закрыть именно в тех населенных пунктах, где не стоят большие фермы и закрывают, как Коткин, например, да, что вывозят сюда продукцию, а именно вот по другим населенным пунктам. Ну, кстати, сбор дикоросов, он тоже пользуется как вид бизнеса, как деятельности, популярностью? Либо люди все-таки предпочитают по старинке. Сами насобирали, продали, сдали? Да, к сожалению, на сегодняшний день пока это в мечтах, так сказать, да, потому что этот бизнес, он на самом деле для начала, он минимально затратный. Это покупка морозильной камеры и небольшого вакуумного оборудования. То есть мы готовы помочь со сбытом данной продукции, мы готовы помочь там с транспортной логистикой как-то, да, но пока желающих, мы уже давно говорим об этой теме, но пока желающих на селе, чтобы вот конкретно взять и этим заняться, нет. То есть у нас на сегодняшний день этим занимается только потребообщество. Но они скупают эти ягоды для своих нужд, потому что у них достаточно большая сеть магазинов. Ну и в округе развивается очень активно туризм, ни для кого не секрет, мы вот и участвуем активно в конкурсах различных, и побеждаем, что очень приятно. Предприниматели хотят заниматься турбизнесом, потому что это тоже непростая, вроде бы на первый взгляд кажется, что такое, да, открыл турфирму, привез клиента сюда, заработал денег, ведь на самом деле это не все так просто. Ну да, предприниматели у нас хотят заниматься не просто открытой турфирмы, да, а по созданию туристического кемпинга, созданию туристической базы, модернизации существующей базы, чтобы привести ее в нормальный вид, потому что у некоторых предпринимателей уже есть своя клиентура, так сказать. Но ребята не стоят на месте, все хотят развиваться, быть. Потому что мы все понимаем, что реклама тех кемпингов, которые расположены, она все-таки работает больше, чем через сарафанное радио, а не через рекламу через СМИ. Ну, тем более у нас очень много мест в округе, где, вот я недавно тут общалась, тоже узнала, что люди приезжают и живут в сарайках для того, чтобы посмотреть на наши красоты в гаражах. То есть действительно есть почва для работы. Если подводя итог, у нас остается буквально 3 минуты до окончания эфира, вот этого сезона, вот прошла зима, весна, лето, и вот наступает осень, вступаем мы в новый сезон. Как бы вы оценили вообще работу и своего комитета, и фонда, насколько вот плодотворная она была? Немножко оценить свою работу. Это трудно, конечно, но тем не менее, если критично отнестись, либо похвалить, почему и нет, если работа велась успешно. Но я думаю, что результаты мы будем оценивать все-таки по итогам года, потому что у нас еще впереди 4 месяца. И сказать, что за эти 3 месяца, я считаю, работали мы за тот период, который мы работаем. Я считаю, что работали мы плодотворно. Но те проекты и те задумки, и те планы, которые мы планируем завершить еще к 1 января, ну, я думаю, что нам 1 января как раз и покажет, что сбылось, что не сбылось, что получилось, что не получилось. Потому что у нас есть свои цели, да, есть свои задачи, которые, есть свои показатели эффективности нашей работы. Самое главное, что когда они реализовались, потом уже в январе месяце мы поговорим о том, удалось или нет. И вот последний вопрос будет, Ирина Викторовна, потому что если нас предприниматели сейчас смотрели, внимательно слушали, мы очень много говорили про гранты, еще будут гранты в этом году, либо уже все уходит в следующий год? Нет, но в этом году грантов уже не будет. Все уходит в следующий год, но вот будем смотреть их эффективность по этому году и будем планировать, в общем-то, их потребность на следующий год. Я еще раз говорю, что мы максимально стараемся уходить от прямого бюджетного финансирования бизнеса. Заинтересованы при лечении частных инвестиций. Для этого будет создаваться гарантийный фонд, для этого плотно отрабатываем с лизинга компаний и ищем механизмы, в общем-то, как на финансово бизнес начать. Кстати говоря, фонд, он может, например, сам разработать какой-то проект и предложить его людям к реализации, чтобы нашелся тут предприниматель, который скажет, да, я хочу это сделать. Конечно, у нас работа в этом очень ведется серьезная. На сегодняшний день у нас такой проект готовый, это по частному детскому садику. Буквально на следующей неделе у нас будет готов такой проект по химчистке. И все эти проекты у нас предлагаются предпринимателям. Готовый проект. Да, и можно посмотреть, чтобы вот сейчас... Все у нас в фонде. В фонде. Да, вращайтесь либо в комитет, либо в фонд. Все это у нас есть. В принципе, в разработке еще пять проектов, но я не буду говорить пока. Конечно, пока, да, секрет будет. Да, я думаю, что Алексей Иванович приедет, он сам их презентует, расскажет более эмоционально. Мы с вами для затравки так вот поговорили сегодня, да, очень заинтересовались люди. Что ж, Ирина Викторовна, я вас благодарю за участие в нашей программе «Идея на миллион» первая после отпуска с боевым крещением. Поздравляю вас и себя, конечно, поздравлю. Хотя, говорят, сами себя никогда не поздравляют. Что ж, программа «Идея на миллион» в следующий раз выйдет через неделю в это же время, в 14.10. Время у нас новое, так что привыкайте, принимайте активное участие в программе по телефону прямого эфира 2.11.45. Кроме того, пишите на сайт rk.sever.ru, задавайте ваши вопросы, высказывайте предложения. Всего доброго и до новых встреч.